Друзья, надеюсь у меня все настроено. Волюм стоит, все стоит. Ну что, может в этот раз кому-то повезет и все-таки сундуки посыпятся вам на голову. А прикиньте, баг будет. Баг будет и просто сундуки посыпятся. Посыпятся, посыпятся и все будут в сундуках. Ну тогда все равно стоимость этих сундуков упадет, поэтому смысла никакого не будет. Ну что, Тасс играет на балконе. Кстати, Virtus.pro уже играли оверпасс на этом турнире и играли не против датов, поэтому фнатики могли смотреть демку и они в принципе знают, например, что Паша всегда пушит длину и его здесь можно подловить. Кстати, давайте посмотрим за Пашей. Напротив него находится Пронакс. Нет, Пронакс даже не подозревает, что Паша здесь есть. Паша делает один килл, убивает капитана команды Фнатик и просто смывается. Тем временем Бьяли убивает еще одного. Выход на туннеле. Тут перестрелочка. Кримс отвечает. Хорошая игра. У нас остается Флуша, остается Кримс. Выходят они на Б. Флуша замечает у нас вот эту вот подсадочку. Игру на чек возле дверей. Флуша открывает двери и убивает Павла. Павел гибнет и ситуация 2 в 2. Кримс 12 хп. Бомба на руках. Откидывает декой. Заходит на Аплент. Но здесь уже 2 игрока у команды Virtus.pro, Taz и Neo готовы принимать эту позицию. Но играют они вместе. Сначала Taz вылазит постреляться. Теперь Neo вылезет. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Taz выходит стреляться. Патроны заканчиваются. Выходят на него. Теперь последним патроном. Taz повесил хэдшот. Флуша умирает. Если бы Taz этого не... Вот чудо. Все-таки чудеса бывают. Если бы Taz сейчас не убивал у нас Флушу последним патроном, скорее всего Virtus.pro пистолеты бы проигрывали. Потому что Флуша как раз перезарядился уже к этому времени и пустил бы по тазу обойму. И всё на этом. Вот это да. Ну и теперь Taz нам показывает свой супер-нож. Супер-нож. Снакс в туннеле. Играет. Как обычно. Паша на длине. Бьяли переселивает у нас живи. Олаф Мейстер. Убил Снакса. Паша чекает. Из туалета фонтан. Замечает Пронакса. Но 8 хп. Паше нужно жить. Но и отпускают его игроки команды Fnatic. Судя по всему не знали, что Паше попали в голову. В тем временем Нео у нас чекает двери. Сидел на подсадке. Бьяли убивает Пронакса. Нео начинает нашивать деревяху. Ну и Олаф Мейстер играет с магом. И играет вблизи на длине к точке А. Подбирает у нас бомбу Флуша. И Флуша уходит в туннель и пойдёт на Б. Ему перетягивается скорее всего Олаф Мейстер. Вот он. Выход от команды Fnatic. И Нео только что мог очень серьёзно пострадать. Если бы вся обойма этого дробовика попала бы по польскому игроку. Нео бы умирал. Ну и немножко бы проще было. О, давайте смотреть. Интересное решение. Показывает нам команда Fnatic. Сама сделала подсадку. Но перелететь через тену, я так понимаю, нельзя. А, кстати, было бы круто, если бы добавили такую возможность подсадки и перелёта через тену. 2-0. 2-0. Команда Virtus.pro.predi. Fnatici будут ли делать бай? Нет. Fnatici решили сделать эко. Обойдутся они без волевых. В этот раз. 4 ЦЗшки. Пистолет P250. Pronox. Идёт под Б. Это просто раш. Просто быстрая игра от команды Fnatic. И эту позицию полностью отдают поляки. Ну и опять, видимо, по всему будут подсаживаться Fnatici сейчас. Пытаться забрать Нео. Перетяжка на B-Plant. Уже как минимум 3 игрока у нас. У команды Virtus.pro принимают эту позицию. Fnatici проверяет у нас двери и уходит назад. Через трубы. И будет выходить уже на стандартную позицию. Но здесь, как обычно, здесь, как обычно, есть игрок. В данной ситуации это Taz, который играет у нас на бочках. Правда, сейчас он решил немножко походить по пленту. Прилетает у нас флешка от террористов. И Taz не ослеп. Taz только что видели, принял интересное решение. Он не стоял на дефолте. А как раз если бы стоял, получил бы флешку и даже бы не убивал одного. Кримс разменивается. Нео минус. Минус также Паша. А это уже проблема. Снакс и Бьяли. Перестреливает Снакс к лушу. Минус Джи Ви. Ну и Бьяли заканчивает раунд. Кримс умирает. Бомбу можно дефузить. 3-0. 3-0, друзья. Есть написка «Винтовка у Нео». Вот это уже интересно. Просто в прошлый раз Паша у нас играл, поставил с АВП. Но хотя Нео, по-моему, против Дат Тим тоже взял АВП под конец игры. Ну и посмотрим, как вот Нео использует это оружие. Откидывает тазу флешку, если раш падает в болото. Ну и будет теперь вычислять эту позицию. Ну а здесь, как обычно, здесь, как обычно, Паша себя очень уверенно чувствует. И такое впечатление, что фнатики демку все-таки не смотрели. Ну они как бы играют аккуратно, ждут его, но Паша тоже не дурак. Он знает, что он делает, он здесь слушает, он играет причем с тиммейтом. Как только Снакс кого-то увидит, Паша под этот расклад начнет действовать. Вот и все. Здесь вообще у нас три игрока. Два игрока отвечают за туалеты. Паша находится на длине, Паша никуда не идет. Ну и снайпер, Дживи, халдит и смотрит длину. Делается подсадку у нас. Таз вместе с Нео. Где у нас Нео? Замечают у нас фнатики Нео. Не удается никого убить. Нео должен заходить наверх, Паша тем временем убивает все-таки Дживи. Видите, свой фраг он сделал. Дживи ничего полезного в этом раунде для команды фнатики сделал. Выход на бэплент. Нео умирает. СВП вообще непонятной области он находился. Слишком близко к игрокам атаки. Ну и у фнатиков появляется неплохой шанс. Можно ставить бомбу, можно брать раунд. Снакс находится на балконе. Получает хаешку, флешку. Пытается переспрейить у нас Проноса. Попадает ему в хэдшот. Но Пронос, кстати, был красный. Поэтому это было совсем не обязательно. Но в любом случае Пронос умирает. Бьяли заходит дальше. Ух, вот это круто. Минус флуша. Проверит ли игрока слева. Делает он это. Минус олафмейстер. И остается Кримс. А у Кримса это 1 хп. Смотрим. Флешка в лицо. Бомба депузится. Бьяли было видно. Что за смок. Просто Кримс 1 хп тащит раунд. Отличная работа от команды фнатик. Счет 3-1. Неплохо. Неплохо у команды фнатик. Все здесь получилось. Ничего, опять же, сверхъестественного, необычного ребята не делали. Просто вначале контролили карту. Потом подошли под Б. И там, в свою очередь, не самую лучшую игру. Показали два самых опытных, наверное, игрока у команды. Даже не, наверное, а точно. Два самых опытных игрока. Потому что Паша присоединился к Virtus.pro в 2009. А вот ТАСС и Нео за поля... За эту... Нету пятерку, но... Опять же. За Virtus.pro, за... Чемпионов мира. Так сказать, в польских. Играют уже с 2005 года. С 2005 года эти ребята каждый год выигрывали, как минимум, на одном чемпионате мира. Это самые титулованные люди на планете. Я хочу, чтобы вы помнили об этом. Вы помнили, потому что, как по мне, как по мне, когда еще я играл, о этих заслугах команды Virtus.pro очень как-то всегда забывали. Хотя, на самом деле, они были, есть и будут, и остаются. Нео и ТАСС самыми титулованными. И, наверное, уже навсегда осталось. Десять лет они только. Заход опять от команды Fnatic на B. Через все те же... Все те же трубы. И опять ошибается Нео с ТАССом. Умирают. Остается Бьяли, остается Паша. Фамас у нас у Паши. Ну и Бьяли вынужден сейвить. Паша тоже с Фамасом уходит. Не разобрались ребята. Еще не знают до конца карты. Ну, знают, конечно, но... Думал, что, возможно, чужой сейчас будет его атаковать. Но хорошо, что не убил. Сейвят на длине. Кстати, карта очень большая. И, в принципе, сейвить здесь можно достаточно легко и просто. Паша остается у нас на Кондросском респауне. Ну, а Бьяли на длине. Что УВП по возрасту? УВП по возрасту все хорошо. Паша 24, 23. Наверное, 24. Тазу 28. Нео, наверное, 27. А Снаксу и Бьяли, наверное, по 21-22 года. И эти ребята, Нео и Таз, с 2005 года выигрывают на чемпионатах мира. То есть, практически 10 лет, друзья. 9. 9. Но, опять же, по-моему, свой первый чемпионат Европы они выиграли в 2004. Но могу ошибаться. В общем, точно 9 лет. Возможно, даже 10 лет. Они в топе. Ни один игрок, ни один. То есть, Форест и Гетрайт, они начали немножко позже. Форест чуть-чуть раньше, чем Гетрайт. Гетрайт вообще там до 2009 ничего не выигрывал. Форест, возможно, чуть раньше. В 2007-2006, по-моему. Живи! Убивает у нас Пашу на длине. Подловили его. У нас поляки делали эко с двумя девайсами. Ну, давайте смотреть за Бьяли. Убьет ли он двоих игроков на длине, которые к нему сейчас скоро подойдут. Играет он. Ну, против Снайпера не на самой хорошей позиции. Его еще и прочекали. Прочекали Бьяли. Есть по нему инфа. Пока что фнатики не знают, куда идти с бомбой. Пока что не знают. Бьяли у нас находится на дуге. Попадает по флуше. 11 патронов остается. Вот эти прыжки подводят у нас Бьяли. Но в любом случае, Таз у нас уже на планете А. Рядом с Тазом находится Снакс. У Снакса есть АК-47. В спину заходит у нас Нео. Нео замечает Пронакса. Забирает его. Пошла инфа. И фнатики сейчас могут легко и просто отдать этот болевой байраунд. Кримс убивает у нас Нео. Ну, точнее, это ЭКО с двумя девайсами были, а не болевой байраунд. Снакс перестреливает Кримса. 14 кп. Бомба падает на Апленте. Ну, и держится вместе у нас Таз вместе с Снаксом. Ну, и судя по всему, Джи Ви уже ничего здесь не успевает. Бомба выпала возле бункера. Ну, и Джи Ви уходит сейвить. Уходит, уходит. Далеко, далеко, далеко. Откидывает ХЕшку. Ну, и поляки дают ему засейвить. Дают ему засейвить. Так, прикольно. Бьяли 21. На официальном сайте написано, что он играет с 99-го года. Ну, может, вообще играет. Вообще играет. Хотя в Counter-Strike почему бы нет, ребята? Но, в принципе, в 6 лет я не верю, что он тогда запустил B2-версию Counter-Strike. Вряд ли. Вряд ли. Хотя Польша в этом плане, особенно в 90-х, была похожа на СНГ. И там тоже были компьютерные клубы, как и у нас. И он мог, в принципе, в 6 лет как-то. Мама забыла. Мама забыла Бьяли, Бьяли завернул не туда и попал в компьютерный клуб. Слушай, атакует у нас Б-Плэнд. Умирает от Нео. Остается у нас Живи с АВП. Остается Кримс. Кримс заходит в туннеле. Откидывает бомбу, чтобы не умереть. Ну, и будет действовать на индивидуальный скилл. Ну, а Паша вот наиграл. Мне нравится польская команда тем, что ребята наиграли какую-то свою игру. Вот в этом они большие молодцы. И все. Вот он знает, что здесь в 70-80% он всегда сделает свой килл. На новой карте это очень важно. Это очень важно. И в отличие от всех остальных, они действительно единственная команда, вот как я вижу, которая наиграла свою игру. Ну, на Нипов нужно будет еще посмотреть. Все-таки для команды Виртус Про это второй оверпасс. И вот можно уже какие-то выводы делать. Нипы же всего лишь сыграли с HellRaisers. И... Да, обыграли, но еще не факт. Паша, отличный спрей. Минус Кримс, минус Живи. 5-2. 5-2. Так, дорогие подписчики, я прошу не спойлерить в чате. Вне зависимости от того, что вы потратили 5 долларов на подписку, вы будете забанены. Поэтому никаких спойлеров, предупреждаю еще раз, чтобы потом никто не обижался. Потому что много людей смотрят мой стрим с чатом, а некоторые люди просто не умеют закрывать чат. И... Тут хочешь, не хочешь, просто читаешь. Вот и все. Та, сыграет у нас на своем дефолте. Фнатики делают эко. Счет у нас 5-2. Шведы решили захолдиться. Ну, оверпасс в атаке не самая удобная карта для фнатиков и двух снайперов. У фнатиков действительно есть огромный бонус перед остальными командами. Это Олаф Мейстер и это Живи. Два необычайно талантливых игрока. Оба круто играют что с девайсами, что с АВП. И, опять же, они круто играют Трейн, которого нету. Они круто играют у нас ДАС-2. На мираже, а можно в два АВП налегке сыграть. Но вот оверпасс в атаке. В принципе, хоть и в дальние дистанции, но, опять же, дальние они до поры до времени. Когда тот же Паша с тобой стреляется на дальней дистанции. Но Паша здесь вообще не стреляется на дальнем. Он всегда поджимает вблизь. И по итогу убивать достаточно-таки тяжело. Ну и дефолтная игра. Абсолютно дефолтная игра. ТАС откидывает сразу коктейль Молотова. Вот таким вот образом он от Раша себя отбезопасил. Тем временем Снакс у нас погибает на фонтане. Получает флешку Бьяли. И вынужден отходить. Где у нас Паша? Паша практически там же. Паша играет в туалете. Принимает дугу, принимает длину. Аккуратненько чекает все эти области. Ну, теперь он должен понимать все-таки. Рано или поздно команда Фнатик будет его там ждать. Фнатики перегруппировываются. Оставляет у нас Кримза на спине. Кримза у нас находится на детской площадке. Ну, давайте смотреть за Нео. Нео и ТАС. Уже, по-моему, два раза они ошибались и отдавали раунд. Надеюсь, хорошая флешка. Два игрока у команды Фнатика слепли. Но Нео каким-то образом не заспрейл этих двух. Остается у нас красный GV. Кронок 46 кп, лучше 50 кп. Паша убивает на Скримза, который закрыл спину непонятным образом. Как у Паши это удается. Но, в любом случае, Фнатики опять занимают B. Ну, и тут могут посыпаться претензии от молодничка-то. Мол, вы такие старые друзья, что не можете B принять. Что случилось? Ну, естественно, никто таким не будет заниматься на чемпионате мира. Такое бывает. Абсолютно бывает. Просто не идет игра. Вроде делали все правильно. Там флешка, ослепили шведов. Шведов. Ну, не сумели. Не сумели, друзья. Сколько зрителей? Да, 90 тысяч всего-то почему-то. А почему, непонятно. Как будто упал у нас англоязычный стрим. А ну, сейчас обновлю. Неправильная у нас статистика в контре. Неправильная, потому что на Твиче показывают совсем другие цифры. 130 тысяч смотрят на англоязычном ESL и 20 тысяч у меня и 7 тысяч поляков. То есть 35, минимум 150 тысяч. Ну, плюс там копейки других, других стримов. Поэтому неправильно. Биали, врывается у нас на фонтан под флешку. Вот опять же, агрессивная игра от команды Virtus.pro. Спрей дальше. Снакс подключается. Снакс при этом забирает. Крим заходит в спину. Ну и размен. 3 в 3. 3 в 3. Паша гибнет. Нео отвечает. Минус слушай. Это уже 3 в 2. Нео, Тазы, Биали. Нео, Тазы, Биали. В принципе, вот этот туннель, по которому идет команда Fnatic, он нас ведет на 2 позиции. Отсюда можно пойти и под А, и под Б. Это такой центр своеобразный, который нужно, конечно же, контролить. Ну и фнатики, судя по всему, решили выйти на А. Играют они на дуге. Замечают нас Биали. Биали делает 1 килл. Пошел размен. Но видите, кто здесь есть? Таз, который заходит в спину. Он слышит Олаф Мейстер. Олаф Мейстер раскидывает гранаты. Заходит на Аплент. Ну и нужно поторопиться. Нео вообще находится на Б-пленте. Он очень долго будет хелпать отсюда. Ну и Олаф Мейстер просто потерян. Просто потерян для команды Virtus.pro теперь. Он начинает разыгрывать. У него 30 секунд. Он может и на Б пойти. Он может и на Б пойти. Непонятно, зачем у нас еще и спалились игроки защиты. И вот он, выход на Б от Олафа. Бомба будет устанавливаться. И вот так вот он развел. Опять же, Нео и Таза. Действительно, что сегодня на Аверпадсе они показывают не свою самую лучшую игру. На ровном месте потеряли у нас. Вроде как игрока, которого они не должны терять. Выходит у нас Олаф дым. И в этом плане все грамотно. Все грамотно. Но Олаф вообще не попал у нас ни по Нео, ни по Тазу. Но возможно по Нео попал 68 хп. И Паша просит паузу. Паша просит паузу, друзья. Пропал звуку Павла. Пауза, он оставится через Escape. Там нужно голосование. И проголосовать хотя бы одному игроку, чтобы поставить паузу. Ну и так же пауза отжимается. Правда не одним игроком. А все 10 человек должны согласиться, чтобы пауза была отжата. Кстати, хорошая система. Не знаю, почему ее до сих пор не ввели в матчмейкинг. Вообще у нас в матчмейкинге нету паузы. И я считаю, что по аналогии с Дотой, эту паузу должны ввести. Бывает очень часто, что вылетает игрок. И все как бы согласны поддержать паузу. А паузы просто нет. Ну, я надеюсь в будущем эта пауза будет у нас в игре. Пока, Сеня, увидимся только во вторник. Пока-пока. Пока-пока. Зря ты такой турнир пропускаешь, фанвудс. Ну что, ждем. Ждем у моря погоды. Ждем у моря погоды. Роджа, дед босс. Роджа, дед. Роджа, дед босс. Итак. Сенька, когда ссылки на камеры получишь? Не получу я ссылки на камеры. Ссылки на камеры есть только у официального англоязычного стрима. Ни у кого больше их нет. У меня есть ссылка только на хорошую трансляцию. Официальную, опять же. Официальную трансляцию. Ретранслировать могу. Могу ретранслировать, показывать в перерывах игроков, интервью, камеры. Ну, одну камеру. Не те камеры, о которых вы думаете. Отжали паузу у нас. Пошла игра. Таз принимает у нас близко. Вот эти вот трубы. Стандартные. Показывает нам заодно свой нож-бабочку. Паша убивает нас, Пронакса. Ну и, похоже, команда Фнатик пойдет именно на Таза. Таз играет по дефолту. Но пока что не может понять. То ли выйти отсюда, то ли нет. Решил выйти. Спрейт по всем. Попадает неплохо. Убивает всего лишь одного Олаф Мейстера. Ну и теперь должен Нео включаться. Второй игрок на этой позиции. Паша забирает у нас Кримза. Флуша делает размен. Нео. Нео. Топит под Живи. Живи. Получает. Очень много дэмэджа. И уходит сейвец. Но здесь его поджидал уже. Бьяли. Просто бьяли. 8-3. Поляки берут еще один раунд. Играют они в защите на карте The Overpass. Новая карта, друзья. Новая карта. В плане киберспорта, опять же. Потому как один из подписчиков говорит, да как, она новая, она появилась давным-давно. Для киберспортсменов. Профессиональных. Она появилась только месяц назад. До этого ее никто не играл. Кроме как в матчмейкингах, там, в каких-то операциях она была. Фнатики. Рад, что у нас на Б. Тут у нас Нео. Отличный коктейль Молотова откинул. Там все подгорели. Когда-нибудь видели с коктейля Молотова минус 3? Просто минус 3. Фнатики решили пробежаться. Ну и в итоге там такая температура серьезная, что бедные сгорели в муках. Просто в муках. 9-3. Вот она команда Фнатик. Которая опять, судя по всему, решила пойти под Б. Будут ли они раши сейчас? Занимают они сразу же хорошие позиции. Ну и будут атаковать у нас теперь Б. С бокового прохода. За который отвечает у нас Нео. Нео у нас подсаживается на цемент. И вот таким вот стрейфиком. Прочекал. И понял, что все не так уж и чисто. Все не так уж и чисто. Проверяют они с Тазом трубу. Никого там не замечают. Ну и нужно ждать. Нужно ждать теперь Фнатика. А у Нео-то есть еще и коктейль Молотова. Как только смачок этот пройдет, он сразу же откинет коктейль. Нет, коктейль Молотова он откидывает Тазу. Ну и... Ой-ой-ой. Как бы Нео теперь не ошибся. Нео получает много флешек. Таз делает свой килл. Нео выходит. Нео гибнет. Но здесь есть Таз. Таз спреет. И впустую. Снакс и Паша бегут. На Б-плэн. Снакс уже в спине. Делает от... Нет, не делает. Извините. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая же важная ХЕ-шка. Только что Снакс бы убивал одного с ХЕ-шки. Добирал бы Олаф Мейстера. Ну и... В итоге команда Виртус Про была бы в ситуации 2 в 2. Ну а так... Раунд скорее всего отдадут. Кримс убивает на Снакса. Снакс был красный. Паша 1 в 3. Фнатики берут еще один раунд. Будучи в атаке на карте The Overpass. Что у нас по фрагам? Бьяльли 16. Нео 10. Паша 12. Снакс 8. ТАС 7. Кримс 13. Пронок 7. Олаф 6. Флуша 6. И Джи Ви 4. 4 фрага. Ну, в принципе, в принципе, Джи Ви недалеко. Недалеко от Флуша и Олафа. Поэтому более-менее нормально. А вот у поляков есть Бьяли. Бьяли явный фаворит. Нео. Нео откидывает дефолтный смачок второй кнопкой мышки. Играет он специально там 5-7. Варевой бай от команды Виртус Про. Если они сейчас отдадут этот раунд, тогда скорее всего в последнем будет... Ну, даже не скорее, а в последнем точно будет делотека. Слушай, пересрелял у нас Накса. Тут у нас Паша взял снайперскую винтовку и играет на своем дефолте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же он промазал. Таз убивает у нас под Б двоих игроков. Меняется место расположения. 15 фрагов. 15 хп. Не фрагов. Скидывает Нео М. Ну и Таз будет прятаться. Таз будет прятаться. Не самая лучшая позиция для того, чтобы заныкаться. А вот, кстати, подсадиться туда наверх нельзя. Таз гибнет. Нео остается один под Б. Получает флешку. Видит фушу. Делает спреем 1 килл. Спреет дальше. Ну и теперь живет. Теперь живет. 9 хп у Нео. Он понимает, что отдаваться бессмысленно. Откидывает флешку. Выигрывает время. Нео погибает все-таки. Паша выходит с хелпы. Ну и бомба устанавливается. Остается у нас Олаф Мейстер. На пленте. В смоке. Ничего пока что не видит. Выходит. И уходит просто-напросто к себе. Не знаю, как обозначить. Там у нас болото. Это какие-нибудь... Какие-нибудь стоки. Ха-ха. Ха-ха. Смотрим за Бьяли. Смотрим за Бьяли, который делает килл. Видимо, у нас Олаф думал, что бомба дефузится под флешку. И решил сыграть агрессивно. Ну и Бьяли. Ничего. Сверхи, естественно, не сделал. Но раунд взял. Команда Virtus.pro берет десятый раунд. Ну и что самое главное. У них есть деньги на бай. А вот у фнатиков бай будет не самый хороший. Пистолет у нас у Кримза. ЦЗшка у Джи Ви. Низкий таз радует СНАКС. Вообще не в рифму. Вообще не в рифму. Бьяли. Играет в подвале. Получает гранату от террористов. Спрейд. Кримс делает свой килл. СНАКС помогает. Ситуация 2 в 3. Умирает Анастас. Умирает Нео. Остается Паша против красного Проноса. Красного Кримза. И флуша 100 хп. Бомба у нас устанавливается под Б. Ну и Паша будет пробовать взять этот раунд. Откидывает... Очень важно попасть хаешкой было бы туда. Но он не знает, конечно, что именно там находятся у нас все самые красные игроки. Они уже поменяли свое месторасположение. Паша в болоте. И Паша гибнет. Паша в болоте гибнет. Ну и счет становится, друзья. Какой? 10-5. 10-5 пользу команды Virtus.pro. Ну и как обычно, пистолетный раунд очень многое решит. Небольшой перерывчик. Через минуту 30 будут рестарты. Продолжение следует... 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 Заходит аккуратненько на дугу. Ну и опять, опять пойдут пода. Но у Фнатика все точно так же. Все точно так же. Кримз уходит у нас с длины. Снак делает килл, Нео делает килл. На плент выходит команда Virtus.pro. В бункере уже ходит Нео. Здесь Живи находится за машиной. Ну и полякам теперь главное не поторопиться. Они будут пытаться разыграть эту ситуацию. Но тут Живи очень хорошая позиция. Нео погибает. Есть инфа про Живи. Таз мансует. Видно Пашу. Живи подловили на релоуде. Но дают ему перезарядиться. Правда вот ХЕшка очень четкая. 53 хп под Живи. Он уже полностью изменил свое месторасположение. А Таз получает хедшот. Остается ситуация 2 в 2. Ой-ой-ой-ой, Живи. Живи живет. Ну и остается у нас Паша. Паша гибнет. Счет 10-8. Команда Олаф Мейстер. Не, я сказал команда... Тазы. Тазы. Тазы начинают раскидку. Паша занимает агрессивно детскую площадку. И вот он знает, видите, как нужно играть против себя же. Против себе подобных. Быстро чекают нас в длину. Никого не замечает. Играет здесь жестко. Кримз у нас находится близко в туалете. Принимает длину. Ну и смотрим. Удастся ли Кримзу сделать свой килл. Но Паша должен ожидать этого. Должен ожидать такого пассажира. Чекает Кримза. И Кримз все-таки делает свой килл. Выходит на длину. Здесь никого нету. Вот плохо, что с Пашей никто у нас не шел. Никто его не прикрыл. И в итоге получилось как-то не очень. Без взаимного прикрытия играет команда Virtus.pro в этой ситуации. Ну и теперь все-таки Кримза будет пытаться загнать. Он кидывает себе смачок. Замещает Таза. Спрейд на Таз все-таки. А там сил за Пашу. Ну и опять заходит нас на команда Virtus.pro. Но это будет сделать очень-очень тяжело. На Апленте находится у нас GV. Прямо за самой главной машиной. Флуша тоже готов подойти под А. Он уже на халпе. Но и Лофф Мейстер с Ниби же. Единственный под Б у нас находится Пронакс. Но опять же, есть инфа, что это четко Аплент. Ну я не знаю. Здесь три игрока принимают эту точку. Как поляки собираются взять этот раунд. Выходит GV делает один килл. Выходит дальше. Тут Лофф Мейстер подключается. Два игрока команды Virtus.pro зажаты в бункере. Ну и Таз погибает. Ну, как-то так. Как-то так. Вот видите, этот пассивный диффенс работает. Не нужно, не нужно занимать обязательно здесь какие-то такие вот позиции, которые постоянно занимаются, пытаются занять у нас игроки защиты. То есть вот здесь работать, да, за фонтан воевать. Я этого тоже, если честно, не понял. Поэтому вот те ребята, которые, возможно, смотрели интервью с Зевсом и менеджером команды Na'Vi, я вот, собственно, спрашивал, сколько человек кроет А. Потому что, в принципе, А можно крыть, просто держа вот этот проход. Один. Все. Больше на никак не пройти. Никак. И просто нужно сконцентрироваться на перетяжках Сана-Б, хелпать друг другу. В принципе, планты находятся рядом. Просто на разных этажах. Ну и фнатики как раз так и кроют. Заставляю делать чекам команду Virtus.pro. Пронакс. Все там же. Все там же на бочках. И, кстати, вылетает у нас, по-моему, официальный стрим, друзья. Только что... Только что вылетел у нас комментатор. Было написано, что... Андерс и Сэмблер таймнаут. Все, перезашли они. Перезашли. Ну и счет 10-10. 10-10. Фнатики справляются с эко-раундом. Не удается Virtus'ам ставить бомбу. Ну и смотрим дальше. Есть ли у поляков хорошая комбинация? На Б пленте. Пока что они ходили только на А. Все свои раунды. Олаф Мейстер, кстати, занимает сейчас у нас туннели. И фнатики решили немножко по-другому сыграть. Немножко по-другому. Взорвали дверь. Олаф Мейстер играет у нас в туннеле. Рядом с Олафом играет также у нас GV. Ну а поляки все-таки идут на А. Все-таки идут на А. Кримз у нас, так понимаю, здесь такой вольный игрок, который пытается постоянно выцепить кого-то. Но если удается, тогда уходит и сейвит свой девайс. И тогда фнатики начинают играть пассивно. Вот он перешел уже на А плент. Ну и как раз вот то, о чем я говорил. Вот фнатики... Спасибо фнатикам. Они реализовывают как раз всю мою задумку, которую я придумал, тоже играя матчмейкинг. Как только он замечает кого-нибудь или какую-то гранату, или по таймингу, да, вот такой смог по центру падающий. И все. И теперь попытайтесь в этот смог зайти. Прилетает коктейль молот. Он, кстати, очень хороший. Кримс вынужден менять свое место расположения. Но очень-очень неудобно. Кстати, непонятно, почему он дальше не крыл. Дает зайти с Наксу в бункер. В спину зашло у нас два игрока. И команда Виртус прорешила перегруппироваться. 20 секунд до конца. Бомба бежит у нас на Б. Есть инфа для Флуши. Флуши остаются у нас на этой позиции. Но команда Виртус просто-таки решила пойти на... Все-таки поняли они, что не успевают. Ну и возьмут раунд. Бомба-то падает. Нет, все-таки возьмут. Все-таки возьмут. 7 секунд бомба устанавливается. Флуша подходит на... Ну, вот там вот эти ребята, которые поджимали спину у Фнатиков, конечно же, зафейлили. Очень сильно зафейлили. Они слишком рано пошли. Очень хорошие смоки у нас откидали ребята, которые принимали у нас контровский респаун. В частности, за кем мы там смотрели? За Кримзом, да. Кримз крутой смок откинул. В этот смок очень тяжело было атаковать. Команда Виртус про замешкалась. Но из-за того, что она замешкалась, она смотрела спину себе просто. И, возможно, услышали там игроков и сделали свои киллы. Ну и из-за этого, собственно, Фнатики проиграли раунд. Поздравляем команду Виртус про. По-моему, они взяли первый раунд в атаке, да. Первый раунд в атаке. Во второй половине счет 5-1 становится. Общий счет 11-10 за командой Виртус про. Во второй половине 5-1 проигрывают. Но пока что есть первая сторона. Есть у нас первая сторона. Как обычно, Кримз у нас в туалетах. Джи Ви сыграл в стиле Паши. И сделал как раз килл. Минус Паша. Ой-ой-ой. Хорошо прикрывает Джи Ви, но успел. Успел у нас Биали забрать снайпера. Но в любом случае, Фнатики в плюсе. Плюс-1 снаг забирает у нас Кримза. А теперь 3-3. Теперь 3-3. И в принципе... Не все так хорошо становится для команды Фнатик. Очень много разных точек, позиций, где могут пройти террористы. Олаф Мейстер откидывает у нас не самый точный смок. Флуша хелпает ему. Ну и поляки халдят. В принципе, в принципе, нужно еще захалдиться. Тогда, возможно, у нас Олаф Мейстер уйдет. Или Флуша. Но нет. Атакуют у нас Аплент. Уже здесь, я так понимаю, 3 игрока. Пронок спешит на помощь. Да. Не знаю, как... Не знаю, как поляки опять же будут брать этот раунд. 3 игрока просто-напросто на точке. Та замечает у нас Олаф Мейстера. Выходит спрей. Олаф его убивает. Остается 1 снаг с 9 хп. 20 секунд до конца. Бомба попадает у нас на Пленте. Ну и у поляков нету денег. У поляков нету денег. Снаг умирает. 11-11. 1700. 1700. ТАС и Нео. Но вот если бы не эти двое старичков, тогда можно было бы делать полноценный бай. Но поляки решили купить. Поляки решили купить. Идут ва-банк. Идут ва-банк. Если проигрывают 12-11, 13-11. И не за слабую сторону, я напоминаю. За слабую сторону на карте Оверпасс. Поэтому шансы их катастрофически уменьшаются. Но опять же, все зависит от этого раунда, друзья. Если выигрывают, тогда в дамках. Если нет, тогда увы. Выход быстрый на б-плент. Снаг действует через дверь. Отличный спрей. Забирают двоих. Нет, не последний. Так показалось, что последний. Но нет. Это был не последний патрон. Снаг минус 2. Пронгс тоже сделал 2 килла. И очередная ситуация 3 в 3. Ну и судя по всему, опять идут по дам. Здесь она у нас находится, Кримс, в туалетах. Кстати, заметил он там игрока атаки или нет? По-моему, нет. По-моему, нет. Да, никого он не заметил. Аккуратно просто проверяет все эти области. Снаг получает большую порцию дэмэджа. Кримс замечает нас в Бяли. Снаг при этом добивает нас в ЖВ. Кримс откидывает смачок. И уходит на длину. А на длине уже, в свою очередь, есть Паша. Паша, который полностью прошел эту позицию и знает, что где-то здесь находится Снагс. Олаф Мейстер. Ой, извините, не Снагс, а Кримс. Снагс умирает от Олаф Мейстера. Ситуация 2 в 2. Ну и вот такие вот поиски у нас начались. Есть инфа по Кримсу. Он вылетает на длину, а Паши уже здесь нет. Ну и будет разыгрывать. Откидывает флешку. Под эту флешку никто у нас не играет. Олаф Мейстер далеко. Кримс погибает. Олаф на пленте. Есть по нему инфа. И команда Virtus.pro берет все-таки этот раунд. Ключевой раунд. В этой встрече. В ВП его берут. Волевой бай. Два пистолета. Три АК-47. Ну и теперь Фнатики вынуждены делать ЭКО. А команда Virtus.pro улучшает свою экономику. 12-11. Ну и, пожалуй, 13-11. Если команда Fnatic сейчас не возьмет ЭКО раунд случайно. Кримс спускается у нас в туннель. Получает сразу же гранатку. Тут у нас играет Снакс. Это была флешечка. Снакс убивает одного. Спрей дальше. Там выживает у нас игрок защиты. GV тем временем убивает нас Нео. Лофмейстер пытается пушить Снакса. Но здесь четкий очень дым был. Остается один флеша на пленте B. Ну и флеш погибает. 13-11. Оверпасс, Коблстоун. Оверпаус, Коблстоун. Что это за... Что это за шутка юмора такая у нас в чате? Оверпасс, Коблстоун и Коблпасс. Вот это уже смешнее. Вот это уже смешнее. Фнатики решили втроем пойти на B. Втроем пошли они на B. И здесь как раз у нас прием. В принципе, очень похожая схема, по которой уже играла команда Virtus.pro. Пронакс принимает Нео, принимает Снакса. В прошлый раз он принял как раз... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая-то веточка от Таза. Бьяли красный. Бомбу можно ставить. Остается у нас All of Meister. Играет он на хелпе. Пытается вычислить Бьяли. Бомба стоит. Очень далеко находится Паша. Он вообще перемещается по туннелям. Нужно поспешить на помощь с твоим ребятам. Ну и Паша практически рядом. Паша уже в дверях. И все, Паша на месте. Паша на месте. All of Meister убивает Настаза. А вот он Паша. Паша погибает! А зачем? Зачем, Паша? Зачем ты гибнешь? Ну и есть ли дефузы? Дефузов нету, но вроде как успел. Вроде как успел у нас All of Meister. Три, два, один. И есть контакт. Успел. Паша вот так вот через всю карту пролетел. И непонятным образом просто взял и умер. Тринадцать-двенадцать, друзья. Очень важный раунд. Только что отдала команда Virtus.pro. Если бы они его брали, четырнадцать-двенадцать, яка у Фнатик, пятнадцать-двенадцать. И в шаге от победы. А теперь, как говорится, проблемно послась команда Virtus.pro. На ровном месте. Фнатики. Принимает у нас Б. Отличный прострел смака от Паши. Минус живи. Будут ли выходить? Пока что не торопятся у нас ребята из Virtus.pro. Все тут раскидали смаками. Заходят на Б-плэнт. Пронакс умирает в болоте. Флуша разменивает своего капитана. Атас вешает четкий хэдшот. Кримс находится сверху на балконе. Бомбу можно ставить. Получает у нас какую-то гранату Кримс. Выходит под чужую флешку. Ну и 2 в 3. Погибает у нас Флуша, Кримс и Олаф Мейстер. Олаф у нас на хелпе. Кримс на балконе. Перестреливает Пашу. Отличный спрей. И гибнет от Биали. А вот это уже хэдшот серьезный. Биали делает минус 2. 14-12. Ну и все равно. Все равно поляки добились своего. Фнатики должны делать эко. Или волевой бай с пистолетами. Или эко. И со счета 15. Ну. Я думаю лучше сделать эко. Если хотите знать мое мнение. Тогда лучше делать эко. Потому как. Отыгрывать 1 плохой бай. Проигрывать его потом. 2 плохой бай уже. На вылет. Это неправильно. Ну и Фнатики это понимают. Фнатики делают эко. Олаф Мейстер играет в Туннеле. Получает смачок. Теперь под этот смачок может пройти у нас Накс. Ну видите поляки очень хорошо подготовили. Если честно эту карту. Они знают все тайминги. Они знают собственно например Снакс. Понимал что можно кидать смок. И пробегать эту всю зону. Выходить из дверей. И вот такая вот быстрая тактика получается. Когда зажимается Б с разных сторон. Выходит игрок из дверей. Выходит пара тройка игроков через трубу. Ну и Б плент нужно закрыть. Точнее держать закрыто. Когда. Вот такой вот диффенс. Флуша играет в болоте. Умирает. Но из-за этого Пронокса никто не проверяет. Бомба устанавливается. Пронокс играет дальше агрессивно. Но у Пронокса П2000 пистолет. Но и здесь максимум 1 килл. 1. И теперь рассекретили. У нас капитана команды Фнатик. Таз зажимает. 15-12. Полякам нужно взять 1 раунд друзья. 1 раунд. И они выйдут из группы на первом месте. А вот Фнатикам придется попотеть против Айбай Пауэр. Кстати, вчера Фнатики обыграли Айбай Пауэр на карте Кобблстоун. Сегодня же мы, возможно, увидим другую карту. И опять этот прием. Опять этот прием. Есть размен. Живи дела, это 1 килл. Бьяли до этого убил у нас Пронокса. Паша играет у нас на длине. Кримс отходит на дефолт. Ну и Фнатики принимают Бэп Лэнд. Бэп Лэнд принимают. Ну а, судя по всему, атака идет у нас как раз на противоположную точку. Через длину поляки будут аккуратно заходить на А. Ну и Фнатики вроде как все понимают. Но здесь есть одна загвоздка. Таз будет заходить в спину. Точнее, Таз сейчас попытается сделать 1 килл. Опять на себя стянет игроков команды Фнатик. Ну и после этого... Остальная часть команды Виртуз Прос зайдет просто на А Плэнд. Вот они холдят и ждут размена Таза. Ждут размена от Таза. Но Таз играет очень-очень аккуратно. 40 секунд. Вроде время есть. Вроде время есть. Ни в коем случае нельзя палиться на А. Зачем же вы палитесь? Неправильно играет у нас команда Виртуз Про. В этом нюансе заходят они дальше на А Плэнд. Здесь у нас практически 3 игрока. Олаф Мейстер. Промахивается. Попадает по Нео. Бомба падает. Есть размен. Но стягиваются все Фнатики на А. И опять же очень тяжелая ситуация для команды Виртуз Про. Минус Паша. Остается 1 СНАКС. Минус Таз. Ну и СНАКС гибнет. 15-13. Вроде как... Ну, не договорились. Не договорились. Таз говорил. Ждите, ждите, ждите. Я сейчас должен что-то сделать. И забрать своего. Как только бы Таз забирал хотя бы одного, он бы занимал точку Б. Стягивал сюда двоих игроков. И в этот момент можно было действовать через длину. Время было. Время было там 44 секунды. 44 секунды было на экране, когда ребята начали действовать под А. Ну и в принципе 2 раунда. 2 раунда нужно взять в команде Фнатик, чтобы выиграть... Ну, не выиграть, а, скажем так, выиграть себе время. И сыграть допы. 2 раунда до допов. 4 в 3. Половмейстер в туннеле. Флуша прошивает у нас двери. Поляки в меньшинстве. Так, ну и сколько у нас допов уже было на этом турнире? Титан из Клауд Найн. Большие допы. Нави с Копенгаген Вульс. Ну и возможно Фнатики сыграют на допах против Виртус Про. Ну, в принципе, нормально. Три карты, трое допов. Виртус Про перетягивается опять на А. На Апленте у нас находится Кримс, находится Дживи. Паша двигается через туннели. Ну и вот он Кримс и Олоф Мейстер. Два ключевых игрока на этой позиции. Ну, даже если у нас убьют сейчас Олоф Мейстера, Кримса, скорее всего, никто не проверит. Он играет близко в бункере. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же я люблю эти фраги. Как же я люблю эти фраги. Шикарная игра от Олоф Мейстера. С МАК-7, 15-14. Виртус Про проигрывает у нас предпоследний раунд. И у них волевой бай на последний. Но это, скорее всего, допы. Скорее всего. Но не факт. Потому как Виртус Про уже... Уже подобный раунд брали. Подобный раунд они брали. Вот она, эта польская дружина. Бегут. На Аблент. Начинается раскидка гранат. По-моему, рашат. По-моему, просто рашат. Промос избидывает флешку. Не попадает. Выход на GV. GV делает минус один. Достает СЗ-шку. Убивает второго. Переключается дальше на АВП. И это размен. Флуша. Отличный коктейль Молотова. Хэдшот по тазу. Это допы. СНАКС. Один про четверых. Команда ФНАТик может немножко выдохнуть. 15. 15, друзья. Выдыхают у нас Виртус Про. Выдыхают у нас ФНАТики. Ну и комментатор тоже вместе с ними. Пауза. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Допы 15-15. ФНАТики будут начинать играть в защите. Виртус Про по-прежнему остаются у нас в атаке. Команда Виртус Про решила расконтролить карту. Никакой агрессии в этот раз. Очень часто они пушили двери, пушили трубы. Но на допах решили немножко поменять свой стиль. Контроль от карты. Ну и, судя по всему, опять пойдут на А. Ну и ФНАТики играют пассивно. ФНАТики играют пассивно. Кримс у нас вообще не высовывался. Теперь в этот раз никуда ни на длину, ни в туалеты. Ну и видите, как получается. Очень-очень хорошая схема, если честно. Минута времени, 50 секунд. И сейчас, если прийти до тех вот два Смока, которые я показывал по центру, да, Апуэнта, то не знаю, как Виртуса будет атаковать у нас эту позицию. Судя по всему, они именно и собираются. СНАКС накаляет у нас атмосферу. Вот этот Смок-1. Получает немножко дэмэдж у нас игрок в бункере. Кримс у нас находится за контейнером. Еще один Смок должен прилететь сейчас по центру. Какой-нибудь. Ну и 25 секунд. Поляки начинают заходить только сейчас на А-плэнт. Вся команда ФНАТик перетягивается у нас уже на А. Ну и не знаю, не знаю, каким образом. ТАСС убивает нас в живи. Ну, возможно, таким вот. ТАСС, отличная работа. Ох, ох, ох. 10 секунд. Бомба все-таки устанавливается. Ну и команде Виртус Про удалось прорвать А-плэнт буквально на седьмой секунде. Очень сильно рисковала польская команда, но справляется с ситуацией. И можем их это поздравить, похвалить. Пронакс с Эмочкой. Флуша с Эмочкой. Сэйвить ребята не будут. Отличная работа от Флуши. 2 кила. Но при этом умирает нас капитан команды ФНАТик. Ну и Флуши нужно сэйвить. Флуши не сэйвит. Идет до конца. 1-0 на допах. Общий счет 16. 15 в пользу команды Виртус Про. Достает у нас Нео свой тесак. Называется FurFag. 480 сли. 480 сли это видеокарта, я так понимаю, да? Какого-нибудь GeForce сли или же 480. Старая модель, но... Если такая была вообще. 400. Скорее всего была, потому что... 580 точно было. Я думаю, в четвертой серии ничего не поменялось. СНАКС получает у нас хэдшот через дверь. Откидывает ХЕшку неточную. Пытался он через окошко маленькое попасть. Ну и постоянно вот напрягает он дверь. Кстати, вот прострелы, видите, какие здесь есть интересные. И все эти прострелы команда Виртус Про знает. Это говорит нам о том, что времени ребята потратили достаточно-таки много на этой карте. Ну и опять идут пода. Опять идут пода. В этот раз начинают действовать немножко раньше, потому что они поняли ошибку своего прошлого раунда. Пронакс у нас убивает при этом Нео. Ну и СНАКС думал отойти, но все-таки командует у нас, по-моему, команда Виртус Про Нео до сих пор. Коктейль Молотова мимо. Не попадает у нас теперь в бункер. Команда Виртус Про начинает опять атаковать у нас Аплент. На пленте находится у нас Кримс. СНАКС его обходит. Делают они свой килл. Отличная работа. Ну и дается Виртус сам прорывать все-таки А. Правда не в этот раз. Остается Паша. Паша погибает. 16-16. 16-16. Ну, в теории, видите. Где у нас? Кладется смог сюда. Кладется смог сюда четкий, да? Соответственно, коктейль Молотова на машину. Остаются у нас позиции какие? Собственно, здесь в бункере. Но, опять же, в бункер попадает коктейль Молотова. Поэтому здесь игрок горит. Должен перемещаться куда-нибудь сюда. Здесь, соответственно, его игроки атаки должны законтролить. Ну, а дальше вдвоем нужно уже, в принципе, правильно все делать. Обходить у нас вот эту позицию. И вот так вот. Ну, если все делать круто и синхронно вместе, тогда получается, конечно, такой зажим. Но, в принципе, апплэм все равно очень тяжело брать. Потому что игроки диффенса тоже живые люди и профессиональные игроки. Поэтому они против тебя играют тоже достаточно-таки серьезно. Поляки заняли у нас очень важную позицию для атаки Б-плэнта. И, что самое интересное, фнатики все это видели. Видели четверых игроков. Полетела раскидка. Полетел у нас коктейль Молотова, кстати, очень крутой, на дефолтную позицию для игрока, который принимает у нас выход из левой трубы. Остается у нас СНАКС. Остается ТАСС. Отличная работа от Джи Ви. СНАКС. В таком маленьком коннекторе делает минус. Флуша гибнет. А где у нас ТАСС? ТАСС уходит у нас на левую трубу. Джи Ви делает еще один минус. Но и остается один ТАСС. ТАСС пройдет под Джи Ви, делает свой килл. Но он остается один против двоих. 19 секунд. Бомбу можно ставить только на Б-плэнте. Но и Олаф Мейстера, конечно же, он не прочекает. Получает флешку. Бомба устанавливается. Олаф выходит. И делает свой фраг. Вот он. 17-16. Удалось полякам взять один раунд все-таки за атаку. Но это неплохо. Это неплохо, учитывая, что полноценный бай. Что это карта диффенса. Достаточно таки неплохо. Ну и небольшая пауза. Минута 45 и рестарты, друзья. Если ничья, если ничья, еще одна серия допов. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Поляки решили укрепить у нас как раз точку B. Плэнт. Ну и как мы видим, именно сюда идет команда Fnatic. Начинает агрессивно действовать. GV убивает на Снео. Получает таз флешки. Никак не может помочь Снаксу. Но Снаксу, в принципе, помощь не нужна. Таз врывается. Получает хедшот. Где у нас Снакс? Снакс подбирает АК-47. Еще один минус. Бомба устанавливается. Паша пришел с балкона. Ну и Бьяли будет действовать через Клту. У Паши 78 хп. У Бьяли же 100. Но если команда Fnatic берет этот раунд, им остается взять еще один. И они победят. Олаф Мейстер убивает нас Бьяли. Ну и Паши нужно сейвить. 1 в 3. Смысла додавать Скар нету никакого. Ну и остается у нас во второй половине два раунда. И, собственно, хотя бы один из этих двух, если команда Fnatic возьмет, она победит на карте Оверпасс. И уже поляки спустятся в лузера и будут играть с американцами iBuyPower. Ну и, кстати, почему-то мне кажется, что если бы Fnatic играли с iBuyPower, победила бы команда Fnatic. Вот поляки могут iBuyPower проиграть. Ну, такое мое субъективное мнение. Чуечка. Чуечка. Только не делайте ставки по этой чуечке. Потому что чуечка подведет и все. Ну, мне так почему-то кажется. 18-16. 18-16. Но, опять же, Virtus.pro в защите. Деньги есть, пай хорошие. Просто нужно не допускать ошибок больше. И два раунда взять, в принципе, реально. G.U. нас опять играет агрессивно. Snag сыграет в туннеле. N.E.A. убивает G.V. Откидывает дальше гранаты. В меньшинстве находится команда Fnatic. Default. Делает команда Virtus.pro. Ну, видите, у Virtus.pro у них один длина. Один туалеты. Один хелпающий. Бьяли. Между плентами находится. И два игрока на B. Возможно, в данной ситуации вот эти вот два игрока на длине и в туалетах, они уместны. Но, в целом, в целом, немножко им нужно пересмотреть свою игру, мне кажется, на оверпассе. И, в принципе, тоже начать более пассивно играть. Потому что укрепить B, ну, на A нету смысла всегда играть вот так вот жестко. Кримс у нас играет возле дверей. Ситуация 3 в 4. Прилетает у нас флешка для Таза. Или это вообще смок был? Не знаю. Выход. Выход под B. Выход под B. Таз на дефолте. Спрейт у нас по Кримсу. Алофмейстер убивает нас. Бьяли. Как Таз никого не убил? Выходит Паша. Паша умирает. Остается один Снакс. Против двоих игроков бомба стоит. Ну, и на ровном месте поляки дарят просто раунд. И падают лузера в своей группе. Снакс начинает дефузить. Его начинает нашивать. 38 хп. Есть инфа, что он отпустил бомбу. Ну, и я не знаю. Я не знаю, каким образом Снакс этот раунд возьмел. Снакс умирает. Счет становится 19-16 в пользу команды Fnatic. Они выходят из группы на первом месте. Ну, а поляки, по сути, по сути, отдают свою игру. Отдают свою игру, друзья. И не получается у парней выиграть на карте The Overpass. Ну, что ж.